Цари пизданутый, блядь, зрелый, сколько там, 12к пизданутых сидят Все прославляйте, стану тобой! Мной? Здравствуйте Я черный Аааа, служдаю, наверное О, вы говорите, меня нету, вон же, челик, блядь Как тренировочка? Да, пока еще не начало Я закончил вышку, там одни пятерки Загряни в карманы, там одни пятерки Здорово, ублюдки О, еще грибов не поел, там челик Я фифер Да похуй уже, какой нахуй фифер Новых артистов Баттл русских рэперов бил мировые рекорды просмотров за первые сетки Да, вот это время было Тут пришли профессиональные команды, что способствовало... Да они еще, бро, до этого пришли Вот ты дружко показываешь, у него первая серия, года 16 или 15 вышла, бро И эволюции платформы Ну и нельзя не упомянуть эстетику 2к 17-го года Бро, это ты 15-й год показываешь, бро Это 15-й год Нет, 17-й, ребят, ну хуй знает Не, возможно, понимаете, тут у каждого в силу возраста своя движуха, но мода на трэшеры, на вэнсы, трэшеры, там пэлосы, вот эта вся хуйня Это было в году 15-м, блять, может 14-м, я серьезно говорю Это просто малолетки, которые нихуя не шарят То есть, как вам объяснить, самые отбитые модники, вот прям модники Они в 17-м году в трэшере не ходили, если что, ребят То есть, реально, ну вот, для вас, наверное, это шок ебаный Но реально, в 17-м в трэшере модники не ходили Ходили уже те, кто в паблике это начитался, в овсянке сэр, понимаете? Бренды, за которые неустанно пояснял блогер Макс Пояснит и его коллеги Сохраненки ВКонтакте Которые На меня пиздел еще По которым люди подбирали себе пару В 24-м году многие устраивают фотосессии в духе тех лет 14-й год это тамблер, нихуя, блять, роднулькин Тамблер это с года 11-го по 13-й, ты еще не сешь, блять Красное время, а без кого это время невозможно представить, правильно? Когда в трэп в Россию пришел, блять, это 11-й год, АВГ, вся хуйня, тамблер, блять, ты чё Это же без героев 17-го года Ребят, да я старый самый здесь на стриме, блять, вы чё мне рассказываете? Именно о них, о том, как сложилась их судьба, мы поговорим в этом ролике Ты дурак, бля, ну понятно, блять Я в эти годы на улице терся, ну не в плане, ну вы поняли, я это Социально активный человек был, я мне кажется получше вас знаю, блять Ребята, желаете стильно одеваться, но ваши любимые бренды ушли из страны, рекомендую Да иди ты нахуй своей паленкой, блять Своей хуйней паленкой Надо быть оптимальный вариант, и потом экзамен ты не сдал Блять, вы реально помните оптимус гэнг? Услышав это Там у них вообще, у некоторых случилось, видели, один там какой-то монах стал, короче В начале ролика ты понимаешь, что следующие 5, 10, 20 минут пройдут прекрасно Да-да, тот самый оптимус гэнг У многих украинский квартет плотно ассоциируется с 17-м годом Давай подойди поближе и покажи мне, что ты можешь Давай, давай, давай Девушка шляпи Это кто? Братно Это твой брат? Блин, у них ролики реально охуительные были, я по её до слёз просто сути Я так скучаю, давайте я у вас её куплю А ну, сука, впитляйте тапками нах Казалось бы, большая часть роликов — импровизация, странные диалоги, минимальный рваный монтаж, съёмка на камеру айфона. В контент вкладывались ребята, чтобы у них были большие цифры. Но как раз-таки парадокс в том, что именно такой подход, вкупе с яркими персонажами, золотыми цитатами, харизмой, сделали ребят культовыми героями интернета конца десятых. Ты мне слышишь, тут не тыкать. Ну они реально мега-культовые. Иначе я твой тыкал капустро закуяль. Бля, вот это мой любимый, вот за гаражами, по-моему, называть. Бля, пиздец, разъёбля. Чемодан и засунь себя. Бля, помню, я наизусть эту хуйню знал. В чемодан я не влезу, туда только хуйма влезет. А знаешь, ещё куда мы хуйля? За тебе в ноздрю. Охуительно, бля. Родился аж в тринадцатом году. Весь квартет учился в одной школе. Они дружили и создали паблик ВК. Где сидели одноклассники, скейтеры. Там выкладывались разные нарезки, фото, обсуждали всё, что волнует поколение. В один момент ребята создают ютуб-канал, заливают свои первые видео. Здоров. День добрый. А, это магазин? Тебе решать. Ну тогда это магазин. Ок. А можно купить? А шо ты хочешь? А шо у тебя есть наличие? Да это такие ещё молодые. Смотри, есть? Ну это хуйня, чё показывает. Отборный лавровый лист, высшего качества, палочка корицы, сеги с неба и мой слеси тыгрь. Ну ещё вода есть. Благодаря активной аудитории в паблике пошёл быстрый рост, и их скетчи выходят далеко за рамки школы. В золотой состав Optimus Grank входили четыре героя. Саня, Богдан, Ваня и Миша. Также в скетчах появлялись второстепенные герои. Казимир Казимирович Золупенко. Добро, мы в курсе. Что ты будешь отвечать? И как будешь отвечать? Данную роль исполнил народный артист Украины Алексей Горбунов. Чего, бля, он народный артист, блядь? Саша Троудвейн. Охуеть, я думал, это алкаш какой-то, я извиняюсь, конечно. Охуеть, это реально народный артист, блядь. Слышишь это? Ебать, у них народный артист, блядь, страны, их снимался в роликах, блядь, охуеть. Он вообще легенда, да ну нахуй. Дебил. Сам ты дебил. Бля, охуеть, чуваки, пиздец. Я думаю, это просто чел какой-то со двора, блядь. И другие. Свыше 90 роликов от ребят преодолели планку в миллион просмотров на ютуб. На волне популярности ребята запускают собственный мерч, у них появляются рекламодатели. В целом, многие личности тянутся к ребятам, все же они одни из главных блогеров страны. Как отмечают фанаты, с отрепением... А он сейчас не скажет, что с ними там, потому что угары тоже есть. У ребят ушла искра, огонь в глазах. Все видео начали выкладываться, или чтобы пропиарить мерч, или засунуть рекламу очередного казино или скам-проекта. В новых скетчах ушел тот запал и энтузиазм, что был в начале пути. С другой стороны, это логично и нормально. Все блогеры рано или поздно проходят через данный этап. Вот реально, вот лично мое, естественно, сугубо мое мнение, я могу быть неправ, но мне кажется, надо было развиваться. Понятно, вот этот весь прикол, вот этот шарм уйдет, конечно, какую-то определенную первую аудиторию ты потеряешь, блядь. Потому что они скажут, ой, уже не так, как было, ну, для себя вот эта залупа классическая. Но надо было что-то, ну, куда-то идти дальше, мне кажется. Я бы на их месте, но лично я, если бы я был, допустим, создателем компании Optimus Gang, я бы делал в качестве упор. Ну, вы прикиньте, снимать уже на таком уровне хорошем, качественном, да, киношном, но шутки оставлять такие же идиотские. Можно было в эту сторону. Ну, бля, развитие какое должно быть, чем на одном месте стоять по-любому. Поэтому вот это запал ушел, не запал ушел, это все, потому что одно и то же, одно и то же, одно и то же. Надо было реально, вот, ну, вот первое, что в голову приходит, это сделать охуенное кино, дорогое, да, но с таким же идиотским монтажом, там, юмором, мне кажется, это могло зайти. Поэтому их можно спокойно отнести к региентам 2017 года. Различные цитаты из роликов каждый год где-то всплывают и становятся мемами. Несмотря на то, что уже два с половиной года нет новых роликов на канале, ребята все равно помнят и любят. В разных пабликах то и дело всплывают ностальгические посты, посвященные квартету. Но что же с ребятами сейчас? О-о-о, интересно, это вот пиздец там некоторые вообще. В году объединение покинул Иваня, он объяснил свое решение выгоранием. Когда мы уже там снимали последние видосы какие-то, то я уже чувствовал внутри себя вот то, что вот оно не идет просто. Вот не идет и все, блядь, вот ты, не знаю, вот суки, долбись в стену, вот оно не идет, вот просто, и ты не можешь ничего с этим сделать. Также финансовый фактор имел значение. По словам Ивана, его личные проекты приносят куда больше, чем видеоблогинг. В том же году Ваня женился на дочери Владимира Мунтяна. Этот человек основал в 97-м году религиозное... Во-во, это про него, да, там какие-то секты ебанутые. ...миссия возрождения мира. Различные эксперты называют это тоталитарной сектой. Всеукраинский союз церквей считает ее деятельность близкой к оккультной практике. Год с коляски не вставали вообще. Блядь, кошмар. Год с коляски вообще не вставал. И вот началось, 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 началось. Аллилуйя. Бог реальный. Аллилуйя. Он живой, он реальный. Верьте в Богу, верьте, он творит чудеса. Все, что было связано с поджелудком сейчас... Бля, ну это мракобесие, конечно, пиздец. Еще один человек получает исцеление. И диабет сейчас исчезает. У кого-то прямо сейчас полное исцеление от диабета. Во имя... Бля, у меня реально исцелило. Бля, чуваки, я реально... У меня нет диабета. Каждый месяц мультян собирается свои... Аллилуйя. ...сотни тысяч долларов. И эти пожертвования никак не облагаются налогом. Ваня принял участие в некоторых видео... На яхте, да, я вот этот ролик видел, да. ...вести с тестем. Например, где они разбирают Библию. Ну, как же понять слово уничижения? То есть, получается, люди, угодные Богу, как будто бы Бог их не поднимает, а наоборот, унижают. Унижают, да. Пиздец. Ну это нихуя, не аллилуйя. Капускают в горнило уничижения. Чтобы пройти, да? Да, будем смотреть, Каролина. Вот эти все испытать. Еще бункер хочу поставить. Нет, да, самые, кажется, что для нас жесткие, может даже жестокие, да. Это же все как раз и есть, это горнило уничижения. Да, конечно. Запутался человек, но видно, что он... Посмотрите, как он искренне, да, в это верит, как он искренне, ну, говорит. То есть, видно, что он это... Ну, в отличие от чувака, который справа, он не ради денег это делает, да. Он реально же какой-то, типа, душевный покой пытался в этом найти. Бля, жалко, чувака наебали по жизни. Жесткий, может даже жестокий, да. Это же все как раз и есть, это горнило уничижения. Да, конечно. Но как разбирают? Вещает апостол Владимир, а Ваня поддакивает и качает головой. Все остальные участники Оптимуса осудили действия России. После февраля 2-х он оскорбляет россиян и весьма жестко высказывается. Кто? Громче всех высказывался Саня. На своих стримах он оскорбляет россиян и весьма жестко высказывается. Как раз таки ради его продаж они могут сподобиться на новые промролики. На ютуб ничего не выкладывали с февраля 22-го года. Касаемо того, кто уехал, а кто остался в стране, весьма противоречивая информация. Поэтому не буду озвучивать догадки. В общем, все участники живы, у них все хорошо. Когда они вернутся на ютуб и вернутся ли, неизвестно. Бля, ебать, как будто весь ролик был про Оптимус Гэнг. Пиздец, бро, долго, очень. С первых секунд этого трека у ребят поколения 2К17-го сразу же мурашки. Тот самый False Mirror от дуэта Флэша и Лизера. Стал настоящим гимном поколения. В 17-м году Флэша и Лизер. Да, бро, точно, да. Напоминали Вагабунд, Окси и Шока. Они противопоставляли себя всем актуальным артистам момента. Да, да, было момент, да, у Гарма, пиздец их задрачу. Покрикивали лозунги о высоком искусстве со сцены. Да, да. Мы Версус, мы блогеров, мы панчи. Музыка должна развиваться, это искусство, они ебанное развлечение. Экранные треки были больше похожи на соревнования. Кто громче накачивает микрофон. Они называли свой стиль кибер-рэпом. Закат, закат, запомните вы, тупой, мне запасы. Чтобы слушать стиль нестандартное музло, нужны качественные девайсы. И у меня есть для вас... Да ты заебал, блядь, еще реклама. Качественный девайс. Либо тебе магазин, блядь, на диване. Я на нем, я сломаю порой, я сломаю порой. Помогали дуэт у подросток Трил Пил. Помогал. Ну, по-моему, ну, был участник объединения. Кристалл Курьер. Бля, ебать, Кристалл Курьер, а где он сейчас, блядь? Надеюсь, у него все заебись. Охуенный рэпер, кстати. Не реально, вот он охуенный рэпер был, я помню. Затем ребята решили оседлать не самый очевидный в тот момент тренд Запада. Бля, реально, а где Кристалл Курьер, блядь? Я что-то про него вообще забыл, блядь. Здесь был еще больше успех. Дуэт вышел на пик. Они выпустили свой главный альбом. Главные хиты. И Закат распался буквально через пару месяцев. То есть, они ушли красиво на вершине. После этого участники Заката ударились в сольное творчество. И как же с ним обстоят дела у ребят сегодня? Флэш и Лизер. Так вышло, что пик ребят пришелся на одно и то же время. Что же стало с Лизером? Сначала Лизер пародировал Триппи Рэдда, продолжая традиции эм-рэпа. Да, помню, это пиздец сильная хуйня. Невероятно, все песни вот такие были. Мое сердце разбито навсегда. Эм-рэп стал простоком с гитарными балладами. А-ля дагестанский макс. Вот это мне понравилось, реально. Вот этого перевоплощения реально сильное. Вот бешу ты, говорю, прям. И мне, я прям кайфанул. Хорше. Запомни меня молодым, молодым и беспечным. Пока вы верите людям в ящиках, я вижу себя настоящего. И это дало большие цифры. Ну, текст не всегда самый лучший, так скажем. Но молодец. Никак не связанную с рэпом аудиторию. Пачка сигарет в моем кармане заставляет жить в меня этот день. Каждый сантиметр твоего тела станет километрами между нами. Наш дорогой, долганом, поморить и я утону. В 18-19 году песни звучали абсолютно везде. Лизер собирал солд-ауты по всему основе. Да, было. Снимался в клипах Литон-Бит. А че у них ща хуёло, я просто не шарю. И был их частью. Делился в твиттере своим взглядом на мир, отчего ему не... Че, как же угораю, когда в инсте девушка типа соска. В итоге видишь ее где-то вживую, и чисто такая лепешка моя. Бля, ну да, он, конечно, сильно пытался свой образ простачка. Пасплетало. Затем пошел закономерный спад, связанный с появлением новых артистов. Арсен же продолжил делать музыку в том стиле, который принес ему большую аудиторию. Сколько можно читать об улицах? Покажи то, что чувствуешь. Но тебе нечего сказать, ведь нет мозгов, чтобы задуматься. Я не герой, один против всех. Кто? Ладно. Но мне наплевать на правила. Я не стану подбирать, что уже лежит на полу. Взрослый, но глуп, но в то же время перерос всех вокруг. Да, цифры сейчас не такие большие, однако... Не, ну норма... Нихуя себе не такие большие, бро, это нормально. Я глуп, но в то же время перерос всех вокруг. Че ты мне показываешь, блядь? А это клип? Если клип маловато. Если ауди... Ну не усари, а у Дюхи по 58 тысяч. Ну... Не скажешь, что он прям звезда, прям звезда-звезда номер один. Но все равно мощь, блядь. Цифры сейчас не такие большие, однако совокупность крупных хитов отцена... Да, да полтора ляма в Яндексе, че ты башку ебешь. Нормально у него все, блядь? Хорошее прослушивание и не париться насчет актуальности стиля новых песен. Он делает то, что ему искренне нравится. Твиттер лизер сменил на телегу и каждую неделю делится новыми мудростями и советами. В этом году лизеру исполняется 26. Сколько? После этого у Флэша вышло бесчисленное множество релизов. Да, это пиздец, хуйня, конечно, ужас, блядь. Черт! Флэш меняла джанры, залетала на актуальный звук, типа Детройта. Да, это классика вообще для любого артиста, который, ну, как время показывает, и за всем одновременно погонишь, ничего не поймаешь. Я не думаю, мы не говорим, если не менее. Однако выйти за рамки рэп-аудитории Флэшу не удалось. Это можно отследить по числу слушателей в Яндекс.Музыке. Близеров в три раза больше. В октябре 21-го года Флэш приехал в Америку и неплохо там обжился. Дело в том, что после февраля 22-го года... Да, вот там удачно замуж вышел, ой, женился, блядь. Он также рванул в США и неплохо там покоряет местный рынок. Даже песни многомиллионные есть на английском языке. Ты чё, серьёзно, блядь? Бля, реально, прикиньте, круто, блядь. Надо в XOlife, ну, жениться, знакомить. Проебу всё, буду к XOlife подмазываться, в Америку уеду, ну, кого-нибудь в жёны возьму, блядь. Одной из главных лиц... На Еви Миллер, да-да-да, у нас же давно роман, блядь. ...в США познакомилась с Флэшем, и там искра буря безумия. В итоге осенью прошлого года у пары родился первенец, которому дали двойное имя Ифраким. Как видим, гены девушки всё же взяли вверх. Я зашёл к Флэшу в паблик, и под одной из... Ну, это, чувак, это сильный ген, они и так, и так возьмут вверх. Процентов 95, блядь, бро. ...записи и увидел крик души фаната. Целая эссе на тему, как... Это как, по-моему, кореглазы или голубоглазы, да, и цвет кожи такой, они как бы... Это сильный ген, они всегда вверх. ...отвестилась карьера Флэша. Он критикует артиста за отсталый звук, продажные фиты, жалко... Чё, блядь, а это кто ещё раз, кто это говорил? Мне интересно. ...взяли вверх. Я зашёл к Флэшу в паблик и под одной из последних записей, и увидел крик души фаната. Целая эссе на тему, как светилась карьера Флэша. Он критикует артиста за отсталый звук, продажные фиты, жалкие попытки хайпить на теме Мелстроя, дабы получить от него щадрый донат. Также на протяжении... Бля, вот это жёстко, блядь. ...года мне, наверное, распятались... Вот я, не знаю, рассказывал... Ну, я точно не рассказывал эту хуйню. Был такой раньше чувак, Думкин. Ну, кто-то помнит, наверное, Александр Думкин. Ну, его уже в живых давно нету. Видеоблогер такой. И это, знаете, человек, как Ларин, как Артём Граф. Ну, вот всё то же самое. Разоблачения какие-то, вот эти все истории. Помнят, да, люди? Я помню, я за ним следил. И очень интересная точка в его карьере, именно видеоблогерской, была. Такая прям неприятная для него лично. Ну, он, в общем, снимал ролики про кого-то, про Ивангая. И он сидел такой, бля, это деградация. Ну, вот это шарить, это классическая хуйня. Не Дункан, а Думкин. Бля, это деградация, это хуйня, короче, на каждого. А потом его позвали в тусовочку, значит. Ну, я его не осуждаю, естественно. О мёртвых либо хорошо, либо никак. Ну, просто не осуждаю, просто как факт говорю. Потом его позвали, значит, да вы Дунканы, блядь. Он же Кликлак ушёл потом. Вы чё несёте, вы долбоёбы? Думкин, блядь. Саша Думкин, да, да, да. Александр Думкин, не Дункан. Я не знаю, кто это такой из утопии. Не знаю, первый раз слышу. Я говорил про Думкина. Ну, в общем, он разъёбал всех людей. А потом его позвали в тусовочку, короче, сниматься. Вдавай лайму ещё в те времена. Помните, Кирилла Калашникова, который преследовал там Ивангая, блядь. Был менеджером Ивангая, директором. И с Хованским у неё, помните, косяки всякие были. Они там ругались там. Ну, пиздец был. Вот. И когда Думкина позвали на давай лайму, он, естественно, ну, оказался среди тех, кого он хуярил каждый ролик, понимаете. Ивангая, не Ивангая, короче. Дэн Шмальц, блядь, кто-то ещё. Ну, короче, вот. И он оказался среди них, он с ними работать начал. И он как-то придумал себе на этот счёт какие-то там оправдания обтекаемые. Я не помню, что он именно говорил, что я конкретно про творчество, а не про человека. Ну, что-то вот такое, короче. Что-то он так говорил. И, в общем, это всё долго длилось. Потом у него начали ролики. Это отразилось сильно на его контенте. Контент абсолютно беззубый стал. Там такая хуйня выходила. Боже. Он эти продолжал свои ролики разоблачительно. Но они были в... Что-то там про Far Cry было. Бля, какой кринж, ужас. Ну, всё. Там всем понятно было, что смотреть нечего. Так я к чему говорю. Вот мне напомнило комментарий под Пашей Флэшем. Под постом, да? Про него сделал ролик. Про Думкина. Сделал какой-то парень ролик. И он очень жёсткий. Без оскорблений. Вот самое жёсткое, что может быть, ребят, в такой ситуации. Это не когда про тебя снимают разоблачение, где тебя оскорбляют, ещё что-то. А где чувак говорил? Я его смотрел. Я всё это время его смотрел, но вот, ну, типа, что я увидел, что из него, ну, как бы, во что он, к чему он пришёл. И вот по пунктам каждый, вот, здесь он проебался, здесь это, здесь то. И причём это всё говорил всё равно с любовью к нему, понимаете? Это жёстко, бля. Вот я не представляю ощущения, ну, тогда Саша Думкин-то жив был, когда он это смотрел, что он ощущал. Когда чувак, реально твой зритель, там прям вайб его зритель на все сто процентов. Всё равно с любовью рассказывает, как он говном стал, это просто кошмар, это жёстко. Вот я говорю, это, наверное, самые жёсткие такие вещи, блядь. Когда тебе комментарий огромный, фанат твой пишет и говорит, что ты больше, ну, ты чмо, ебаный, ты всё предал. Ну, это жёстко, блядь. А, ну, это, может быть, придурок, блядь, вот этот, который сейчас в комментарии зачитал, я просто не читал. Просто одно дело, когда, ну, человек стал совершенно другим, да, ну, то есть ты разочаровался в человеке, потому что он совершенно другой, совершенно. Это можно понять. А когда у чувака стримов мало, блядь, на музыке, да пошёл ты нахуй, раз такими категориями мыслишь, блядь. Или через... Трилпил крутой среди вас просто потому, что у него много прослушиваний. Ну, иди нахуй тогда потреблять, ебаный. Год, выходят хиты, не самых очевидных. Ты придурок, ты малолетка, блядь, ты только сидишь, можешь уметь сидеть, блядь, думать, нахуй. У кого больше цифрок, того люблю. Придурок. С такими, с такими нахуй даже вообще, за уважение таких даже бороться. У нас застал их все, на фотографии их в руках. Три года назад это был трек «Миллионы». Чтобы забыть, что я один, совсем один, я люблю этот трек. В прошлом году выходил клубняк... Ну, флэша хуйня выходит, я согласен, да. ...оксисом. Честно, мне такая ты скромная, очень разных по суставам, это новость исходная. Трилпил на волне, со всеми новичками жанра. Страшно подумать, но молодёжь его воспринимает как ветерана. Его новый альбом, и бит, зачастую опережают время. Так было с пластинкой «Искренний я», которую сначала... Ну, это, ну, блядь, ну, это тоже такое, в таких... Я, конечно, к Трилпилу на максимальном уважухе, там вся хуйня, но... Просто человек, который первый украл Запада, это не значит, что он новатор у нас здесь, блядь. Новатор это кто-то, чё, новый, чё, чё, чё... Блядь, что меня затраило, видимо, от игры? А, время-то полодинства. Ну, вы поняли, короче, просто человек первый, кто украл Запада, да похуй, бро, чё он там украл, блядь, чё это он новатор. Расслушали и восторгались, насколько Тимур новатор и транссеттер. Да, чё, просыпайтесь, хуйню не сёт. Да, что прошлое, истерить коглости. Не жаль, но мое сердце стало коглости. Во времена заката Трилпил был самым мелким, неуправляемым, ярким. Чё, 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 да, я говорю, чё-то у меня троит, пиздец. Ну, тогда это считалось дичью полной, да, я понимаю, что в этом плане он точно обогнал. Можно точно жить, пожалуйста. По аудитории закрепился образ Трилпила, как дерзкого подростка. Бля, я помню, я вам раз... Я вам расскажу, почему я должен это разговаривать? Вы помните, когда Трилпил мне отвечал в... Как же это хуйня, где трансляции были? Перископию, блядь. Трилпил мне отвечал в Перископе, не называя моего имени. Блядь, такое время было. С провокационными обложками и текстами. Я смотрел, как достать соседа, сказал, что я не особо понял. И он Перископ запустил, там, говорит, один кое-кто, кое-какой блогер, блядь, стримил на ютубе. И сказал, что это, да пошёл ты. Бро, я просто не понял, бро. Сейчас же Трилпил изменился и подуспокоился. В девятнадцатом-двадцатом году был его пик по объёмам, и он выглядел куда старше. Однако, уже пару лет как Трилпил привёл себя в форму, и выглядит куда моложе, чем пять лет назад. Ну, главное, что не наркотики. Трилпил самедов уже не такой мелкий, в этом году ему исполняется 24, а ведь казалось, что ему вечно 16. Это молодой ещё, блядь. Владимир Путин, Владимир Путин. Русский рэп, Владимир Путин. Русский рэп, Владимир Путин. В семнадцатом произошёл батл года, батл века. Слава КПСС, он жигнул и... Это в семнадцатом было, охуеть? И снулся сокси. Бля, как будто позже, да, было? Ты поел за Россию, что на нервах терял гад? У меня почти году девятнадцатый, наверное. Но когда тут проходили митинги, где ты сидел? Надо ли говорить, какая шумиха была после этого сражения? Даже в прайм-тайм первого канала, в итогах недели, сделали целый 10-минутный сюжет, посвящённый этому культурному явлению. Вот, кстати, классная фотка двух героев 17-го года, Брайм Славы Квейс. Там, ведущий на все панчи, он забэтлил, бля, этого ужаса. Не можно сказать, что Окси обеспечил Славе безбедную старость и весьма сытую жизнь в настоящем. После батла у него берут десятки интервью, самые крупные СМИ. Приглашают в жюри на ТВ, кучу рекламных интеграций и контрактов. Славу приглашают в различные передачи. Последнее участие в офлайн-баттле о Славы было аж в девятнадцатом году. Ну, мне Слава как-то, ну, это уж лично разговор не буду рассказывать, но там, да, ему вот за этот хайп столько денег давали, просто за рекламы. Да, он рассказывал, как в одной рекламе снялся, которая так, по-моему, и не вышла, где он приехал на фристайл, ему огромные деньги заплатили, просто огромные. Где он просто перед камерой пофристайл уехал, это причём даже не наёб, прикиньте. Это не букмейкер и ничего такого, он просто приехал в нормальное заведение, пофристайл какое-то заведение охуенно, ему заплатили космические деньги. Камерники невероятно грозные, Дипзи Пуля и Лек Монгол. Это был танцевальный батл. Дегнойный и Фалян Эмси потерпели поражение. Последний BPM-баттл от Славы состоялся в конце восемнадцатого года против ДК. Где Слава целый раунд посвятил Эльдару Джарахову. Бля, ну вот знал бы я, надо было договориться со Славой, блядь. Знал бы я, вместе потроллили. А хотя я тогда с Джараховым не ссорился бы. Зато в офлайн-баттлах Слава принимает активное участие. Прямо сейчас проходит первый зависимый батл, где Гнойный дошёл аж до пятого раунда под именем Ванамак. Слава стримит. Не так часто, но каждый раз это какой-то перформанс и... Слава всё знал, бля, кстати, да. Интересный гость. Слава Мерлоу, Артём Граф, Рома Жёлудь. Зрителям даже спустя семь лет интересен Слава. И шкала помню цели донатов на его стримах частенько заполнена. Как и раньше, Слава остаётся небывало... Ебать, 600 тысяч, а мне чё 600 тысяч не знаю? Слава личности больше, чем у ДК. Ну да, кстати, блядь. Да не, у меня не так их много. Слава активно ведёт тик-ток. Да, блядь. И в треток ежемесячных даже расфорсился среди молодёжи. Ну и конечно же, даже спустя семь лет, Слава не упускает момента или упомянуть, или уколоть Оксимирона. В прошлом году вышел апогей всего этого. Слава выпустил альбом Горгород 2 вместо Оксимирона. Причём пластинка получила в целом хорошие отзывы. Успех альбома побудил Окси зарегистрировать товарный знак в Горгород через месяц после альбома Слава. Это позволяет удалять альбомы или треки с похожим названием или предъявлять юридические претензии авторам. Самая громкая новость, связанная со Славой вне музыки, произошла в 20 минут. Либерах испугалась, что денег не получит, блядь. По словам, он два месяца провёл в психушке. Как безумец, я просто брал серёжку в руки, как-то смотрел на них. По словам музыканта, он тяжело переживал расставание с девушкой, стал одержим ей и даже создал в своём доме музей памяти с её вещами. Блядь, что я троюсь сегодня. У него сейчас всё чётко вообще. Он же не пьёт, не курит сигареты, ничего. В период с 16 по 18 год шоу от большого русского босса было одним из самых востребованных. В жизни, вот вы когда снимались или там куда-то я приходил... А, помню, на какой-то концерт приходил, он там сидел, он пиздец, угарный. Чуваки, он когда шутит, блядь, просто не затыкается. Сматриваем их. Ты просто ешь, аааа, аааа, блядь, сопли. Русская личность в ютубе. Он реально угарный, пиздец. Миллиард долларов наличкой или поехать в большой тур с booking-машин? Какой город был бы первым? Ебать, времена, когда ЛСП объёбаный сидел там, даааа. И задал новый тренд на приход больших продакшенов с солидными бюджетами в видеоблогинг. БРБ шоу стало родным начальником формата прожарки. Уже потом появились ЧБД, Прожарка и другие проекты от продакшенов ТНТ. Сложно представить успех этих шоу без опыта с шоу от Big Russian Boss'а. В те годы каждый выпуск был настоящим событием. Вставки оттуда разлетались на мемы. Золотые слова. Параллельно с успехом шоу, любой клип или трек от Big Boss'а собирал отличные цифры просмотров. Оттого концерты ребят были востребованы по всему СНГ. Ну, общался, громко сказано. Ну вы поняли, иногда переписывались в ВК, мне что-то по музыке объяснял. Вообще добрый чувак. С канала Босса. Всё дело в том, что в конце 22-го года ВК выкупил компанию Medium Quality. По контракту эксклюзивные права на контент приобрела российская соцсеть. И все старые выпуски должны быть удалены с конкурирующих платформ. Поэтому посмотреть все выпуски шоу Большого Русского Босса можно только или в ВК, или в Перезаливых на Ютуб. Уже больше трёх лет Босс снимается в шоу на канале Чиккенкари Подземелье. Хочешь сказать, что ты не несёшь ответственности за всех других комиков? Несу. Да, вот эта хуйня перематываем, блядь. С ним работал каждый сотрудник приёма. Да и всё, в принципе, Босс в конце только. Спасибо. Это не попытка за... И... 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 Кто? По чём... Впервые произошёл частичный... Гораздо... Да, блядь, а он... Я понял, только про босса будет, ладно, понятно. Фу, блядь. Так, сейчас, наверное, посмотрим под конец, я думаю, вот это подземелье или чё там, блядь.